всех с прошедшими праздниками сегодня первое видео нового года я решил открыть конечно же винтажными джинсами которые я таскаем и советовал бы вам говоря что я доним хит джинсоман винтажник я вкладываю не просто пустой звук а вполне конкретный стиль жизни из джинсов я не вылезаю практически никуда по магазинам на работу даже на спортплощадку я и то одеваю джинсы они спортивные костюм и даже праздники даже новый год я тоже отмечал джинсах хотя казалось бы какой-то торжественный костюм был бы лучше но вот уж нет джинсы так джинсы фанат так фанат и про одни такие джинсы которых я отмечал праздники джинсы стэн роуз винтажные времен эссер я сегодня вам хочу рассказать как вы уже знаете если смотрите мои видео я большой поклонник винтажных джинсов японских джинсов так за что же я их так люблю конечно же первым делом я люблю их за деним совершенно фантастически красивый деним который отлично выглядит новым и замечательно еще лучше стареет когда он фейдится когда трется все это происходит красиво и благородно именно за это я их люблю как и многие из вас думаю так вот чем же хороши джинсы стэн роуз но кроме того что джинсы являются винтажными им сохранно наверное больше тридцати лет времен эссер конечно у них индийский совершенно потрясающий деды ним а джинсы кстати говоря индийские одной из фабрик мафатлал который поставляла в советский союз джинсы 80-е годы так вот деним для меня очень важно чтобы деним был очень плотно выкрашен правильным красителем правильным способом в цвет индиго вот раньше индусы очень классно красили правильно красили и правильным красителем вот сейчас я вам докажу а для чего кстати говоря это нужно конечно для того чтобы джинсы были красивыми деним был красивый и старел благородно как дорогой коньяк вот чтобы вам это продемонстрировать и кому-то напомнить специально вот эту ниточку основы я не отрезал чтобы вам все это проиллюстрировать вот если джинсы красились правильно нить основы должна иметь вот такую белую сердцевину и чем она белее тем они более правильно выкрашены то есть что происходит когда хлопковая нить скрученная в канатик многократно погружается в краситель индиго то красится она только снаружи а сердцевина остается белый и вот именно этот канатный способ крошения позволяет джинсам очень красиво благородно стареть и также новыми выглядеть очень красиво именно за это ценится японский деним и старые винтажные джинсы именно правильные деним хеды в этом разбираются и ценят деним за это за классные красители классные технологии крошения которые сейчас надо сказать уже можно сказать вытеснены более дешевыми и экологичными технологиями которые можно сказать не трутся не фейдится а просто линяет превращается в серо грязную тряпку что с хорошими джинсами конечно не происходит ну если мы разобрались с вами с денимом который действительно эти джинсах великолепный перейдем крое вот именно на этих джинсах стен роуз в отличие от многих других индийских марок тех лет всегда использовался классический эталонный крой как любил говорить мой знакомый покойный коллекционер что джинсы стен роуз это одни из самых правильных индийских джинсов которые имеют силуэт 505 левисов 80-х годов иными словами кому нравится левайский крой эти индийские джинсы стен роуз очень хорошо подойдут ну как эти джинсы выглядят вы видите на видео традиционные для 80-х годов на задних карманах молния с такой булавой очень интересный красивый красивая строчка виде лассо кош картонный патч ну в общем все сделано по закону винтажного жанра 80-х годов традиционные пуговица стен роуз аутентичная молния кстати говоря бирочка ну если я их вам разверну вы конечно же увидите вот этот шов замок как на кокетке так на центральном шве в общем ну придраться то что либо трудно к этим штанам джинсы просто великолепны конечно же конечно же многие из вас скажут фу до 80-е годы индийские джинсы не тени не ценились не котировались там по сравнению с какими там мантанами супер перисами но я вам вот что скажу дэним икрой на этих штанах нисколько не уступает не мантаном не супер перисом а дэним кстати говоря возможно даже и лучше будет но это уже никого переубеждать я не собираюсь каждый убирает сам но ведь я то понимаю в этом и не просто так ношу сам именно такие штаны его друзья если же вам вот такая тема нравится я вам могу с этим помочь у меня на продаже сегодня есть джинсы стен роуз 50 размер это мерка w34 и 34 и размер 48 это l32 вернее w32 и 34 одна из особенностей и вкусности этих штанов что их до сих пор можно купить не за дорого это не какие-то там бешеные деньги которые просят за монтаны за супер перисы цена на которых доходит до 1000 евро это вполне такая подъемная сумма для ценителей для тех кто хочет приобщиться к винтажу классным вещам тех времен должен вам сказать что вот эти джинсы которые у меня лота на продаже они абсолютно новые не стиранные не подогнанные естественно не ношеные должен сказать что если джинсы новые вот несколько помяты вот с охрана дать не надо этого бояться джинсы тем не менее все равно как были новыми так они ими останутся просто хранились они несколько неправильно сложные но тем не менее они новые на не ношеные не подрезались и тем более не стирались конечно же не стоит говорить что до ним у этих джинсов не прошел никакую обработку это никакой вам не stone wash это абсолютно не стиранный роды ним как любят обозначать японские джинсы вот именно они такие новые жесткие плотно выкрашены поэтому для тех кто кому такое понравилось там есть ссылочка под видео вот сейчас по одной паре в двух размерах пожалуйста есть они можете приобрести кто заинтересован сам я эти джинсы конечно же буду носить наравне с японскими ценю я их нисколько не меньше поскольку эти джинсы подлинно винтажные то есть это ретро джинсы которые имеют вот такую свою фишку по сравнению с японскими новодельными уже кстати сказать с вами друзья я прощаюсь приятно было что вы продолжаете смотреть мои видосы не только про джинсы вам буду снимать впереди много интересного до встречи до встречи Продолжение следует...